Это программа «Вечер вместе». Я Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня в студии директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский и меценат Владимир Бубнов. Мы говорим о выставке работ, посвященной Сергею Есенину. Сергей Петрович, Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуй, Никита. Добрый день. Все в этом мире происходит не просто так, насколько мы знаем. И расскажите, как родилась идея этой выставки и какова ее цель? Ну, если говорить конкретно об этой выставке, правильно вы говорите, не просто так это рождается. Перед этим у нас была выставка в Государственной Думе. И, конечно, хотелось, чтобы выставки не только посещали большие города Москву, Санкт-Петербург, но прежде всего они предназначены для наших городов, сел Воронежской области. Так как в 2006 году, как вы знаете, мы с народным артистом Сергеем Безруковым установили в Воронеже памятник Сергею Есенину. И тогда уже зародилась у нас идея создать музей Есенина, народный музей. И в 2012 году он был, честно говоря, с большим успехом открыт в городе Воронеже. Ну, а, соответственно, музей требовал наполнения фондами, различными картинами, книгами. И отсюда и пошло все остальное. Ну, а дальше все было интересно. Был первый портрет работы Евгения Щеглова, заслуженного художника России и преподавателя Воронежского художественного училища, где Сергей Петрович является директором. Он написал классный портрет в течение месяца. Он писался, кстати, в 2011 году, а музей был открыт в 2012 году. Есенин, говорят, нельзя сейчас Куреву пропагандировать. Он с сигаретой во рту, не во рту, в руках. Но великолепная картина она. И вот с этого началось. А после этого Сергей Петрович предложил организовать полинеры с выездом на родину Сергея Александровича Есенина. Как вы знаете, он родился в селе Константиново. Рязанской губернии 3 октября 1895 году. Река Ака. И вот, начиная с 2012, 2013, 2015 год, были организованы пленеры. Это выезжало по 10-15 человек. Художники. Основной костяк составляли художники Воронежского художественного училища. А также заслуженные народные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Зарайска, Московской области, с Рязани, с Липецка, с Тамбова, с Воронежа. И даже с моей малой родины, Лисок. Я родился в селе Троицком. Вот так. Все это сподвигло нас к тому, что они создавали полотна. И за это время создано более, около 200 полотен. Есть жанровые картины, есть этюды, эскизы. И это порядка 45 художников. Из них 7 народных художников, 12 заслуженных художников в России. Я затрудняюсь даже сказать. Академиков, член-корреспондентов Академии художеств в Российской Академии и почетных академиков, наверное, 12-13 художников. И вот эта масса, в хорошем смысле 45 человек, разные их полотна, которые разноплановые, но они еще и писали жанровые работы, чем замечательно. Ну вот картина, на мой взгляд, это не только мастерство ее автора, но и прежде, наверное, для меня лично. Это глубокий анализ, изучение объекта, пространства, эмоций и так далее. А вот картина – это уже заключение после скрупулезного такого исследования. Ну, как я себе представляю. А вот кто из авторов и что изучал, на ваш взгляд, из жизни Есенина перед написанием? Что для себя они открыли? И увидим ли мы Есенина вот на выставке или места, связанные с ним, ну, с какой-то неизвестной, с другой стороны? Ну, в общем-то, Есенин. Есенин – это огромное впечатление, которое получили наши художники, приехав в Константиново. Я сам туда потом подъехал, привез материалы. Я настолько был заволнованный, вот покорен всем этим видом вот этой церкви, где крестили его, где отпевали, акхой. Я бросил все и пошел писать. И написал я большой этюд, который мне дорог. Он, кстати, сейчас в экспозиции в Бутырлиновке. И вот все художники, которые приехали, ведь поехали те, кому близок и дорог этот поэт. А он настолько, ну, слуху, я понимал, что Есенин востребован, но что до такой степени, он любим, понимаем, инчтим, что вот мне это было очень приятно и здорово тем, что вот мы всегда сравниваем, вот мы делали в Москве, в Питере, да вот как принимали в Лисках, и особенно в Бутырлиновке, настолько искренне, тепло, вот это не поддельное какое-то вот чувство восхищения творчеством этого гениального русского поэта, ушедшего из жизни. Вы говорите, вот какие картины. Ну, во-первых, специально писать о Есенине, я думаю, такого и нет. Вот та же работа очень известного художника питерского, хотя фамилия его сейчас, Быстрова, Быстрова Александр Хирыч, он очень серьезный художник, когда вот Храм Христа Спасителя он расписывал, сам по себе, жанровая работа у него потрясающая. Вот ведь сам ли умер Есенин, или вот что-то произошла беда. И вот его прочтение вот этой трагедии, оно, понимаете, оно настолько сильно эмоционально, что вот ты, когда ее в экспозицию показываешь, что некоторые говорят, вы знаете, народ иногда настолько взволнован. Ну, вот тот же пример, Иван Грозный убивает, царяющий, да? Что как бы что-то не произошло. То есть художник настолько на эмоциях и подает вот эту трагедию, что не всякий выдержит вот этого эмоционального всплеска и накала. Вот такие работы есть. Ну, и то есть своей внутренней энергетикой, получается, он привлекает образ художников. Ты переосмысливаешь вот то предложение, которое дает тебе автор. Ты вправе соглашаться, не соглашаться, но он тебя втягивает в этот конфликт невольно, и ты его сопереживаешь. Ты сопереживаешь той же красоте вот «Золотых» Александра Сергеевича, да? Пейзаж вот с сокой. Ну, все его писали, но вот как... Про теоретистов много, а запоминается один, да? И вот это место у него настолько получилось вот великолепно, что вот туда хочется вернуться. Вот мы были на юбилей, мы пошли на то же место и фотографировались там. Вот есть дар божий у художника, вот как тебе говорят, что ж такое, я это место 10 раз видел, мимо ходил, а ведь он сделал, да посмотри, что получилось. Ну, вот кому-то дано. И таких работ много. Я бы добавил к этому одно. Вот Сергей Петрович сказал, все-таки некоторые художники, я не скажу, что многие, практически не знали Есенина при всем том. Но приехав туда, они начали столько литературы читать, столько изучать. Да это и потом по выставкам прояснилось. Людей много приходят, Есенина перечитывают, читают. И сейчас в наш музей Есенина приходят сейчас не просто, а группами записываются, приезжают с районов. И я бы здесь и управлению областному культурой большое спасибо сказал Мазурале, Марии Александровне, направляют учеников, классы целые. Образование. Образование. Именно для прочтения, для изучения литературы, истории нашей, именно в музей Есенина. Там они получают не исчерпывающее, но более наглядное, более эмоциональное восприятие Есенина. Владимир Александрович, вы меценат. Мы сейчас услышали только что с точки зрения художников, чем Есенин привлекает. Что привлекает в его фигуре. А вас что и тогда, и сейчас, во время этого проекта, привлекает и привлекло в нем? Почему вы взялись? Ну, я учился в школе-интернат Росаш. У меня большая семья. Нас было шесть братьев и сестер. Вообще-то, Есенина, Высоцкого любил мой брат Иван. И уже тогда я слышал его песни, исполнение Есенина на гитаре моим братом Иваном. Это было, как бы, может, начало. Но вообще-то, откровенно скажу, такие личности в истории Есенин, Высоцкий, ну, это наша совесть, наша честь, наше будущее. Есть ли таких людей? Не помнить, не знать, не изучать. Притом, они были со всеми нашими русскими высокими качествами, но и были, может сказать, и какие-то наклонности. Кто-то выпивал, кто-то курил, кто-то еще. Но это люди, которые Россию возвеличили до такой степени, до которой простой человек не способен. Мне кажется, им многое было дано от Бога, и они этот дар принесли нам, людям, прежде всего, русскому народу. Хотя Есенин издан более чем на 125 языках, в странах, правильно сказать, в 125 странах его произведения изданы. Ну, как говорят, он даже больше переиздан, чем... Да, чем Александр Сергеевич Пушкин. Переиздание. Он переиздан и издан его произведением. И, конечно, надо отметить, что это крестьянский, русский, советский поэт до мозга костей. То есть от деревни, от сахи, от земли. Он настолько любил землю, деревню, крестьянина. А еще, так можно сказать, больше любил нашу родину, Россию. И мы сейчас понимаем, насколько это важно, чтобы не только там старшее поколение, но и наша молодежь, и даже маленькое поколение. У меня сыну 13-й год, и он многие сейчас стихотворения знает и восхищается его стихотворениями. Ходит на те же спектакли в исполнении народного артиста Сергея Безрукова, который поставил великолепные спектакли по Есенину, «Исповедь хулигана» и многое другое. Поэтому, я думаю, благодаря таким людям это сейчас то, что нам нужно для нашей духовности, для нашей культуры, и противостоять тем вызовам, которые нам сейчас дал Запад при всем том, казалось бы, культурный Запад. Но, как видим, он далеко не так. Если запрещают Чайковского, сносят памятники Пушкину. Мы, кстати, поговорили, Сергей Петрович, про художников уже, так скажем, состоявшихся, чьи работы мы можем увидеть на выставке. А вы, как директор, что можете сказать о молодом поколении? Что их сейчас вдохновляет, если чуть-чуть уйти от темы выставки? И можно ли увидеть в их работах Есенин, допустим? Я думаю, что можно. И, по-моему, даже были графические дипломы, что-то подобное у нас было. Понимаете, Есенин – это нерв времени. И быть равнодушным к его стихам, к его творчеству, песни, которые мы слышали, когда были в Батрулиновке здесь. Конечно, что студенты, что преподаватели – это в крови, это в самой сути. Хороший вопрос, почему мы сделали выставку в Лисках? И вот ребятишки, и Бубнов объявил конкурс среди учеников художественной школы Лискинского района. Вы знаете, такие интересные работы были. Плюс еще епархия, по-моему, где делали… Владимирского собора. Да, собора. И они сделали. И вот сейчас те работы академиков, заслуженных. И вот здесь же в экспозиции будут работы ребятишек, которые там, ну, 10, 12, 13 лет, достойно оформленные. Ну, там, понимаете, такая искренность, такая любовь. Вот она как на ладони. Это настолько дополнять будет, как мы говорим, это вот у нас. А что дальше за нами? А за нами вот неподдельный интерес. Мы уже в рамках разговора услышали про Лиски, про Бутурлиновку. Выставка, получается, неограничена. Да, именно в Воронеже, а уже, ясное дело, и Москва, и Питер. Дальше география будет расширяться? И где, кстати, еще? Какие города мы еще не назвали? Ну, я на этот вопрос так отвечу. Честь 125-летия со дня рождения Есенина, это был 2020 год. Ну, попали в пандемию, все тут. Мы делали выставку в самом селе Константиново вместе с Йогансоном Борис Игоревичем, это директор музея-заповедника. Великолепный заповедник, музей Есенина, где он родился, село Константиново. Всем рекомендую. Ну, насколько помните, когда избрали Путина, помните, он произнес знаменитые слова. «Если кликнет Рад Святая, кинь ты Русь, жили в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». И это сказал Путин Владимир Владимирович, продекламировав стихи Сергея Александровича Есенина. Это тоже знаковый такой посыл всем. Это наш президент. И действительно, краше, дороже, роднее Руси, России нет. А выставка, мы организовали ее там, на открытии. И как раз вместе с Сергеем Безруковым он давал бесплатный концерт на площади Константиново. Там было 10-12 тысяч человек в день как раз в этот юбилей Есенина. И после этого меня Министерство Российской Федерации культуры пригласило сделать нашу выставку. И совместно с Музеем заповедника Константиновым мы ее возили. Магадан, город Магадан известный. Все перекликается. Ногайская буфта, Высоцкий. Потом Южно-Сахалинск и Курильские острова. Вот она посетила и такие дальние уголки нашей великой родины. Ну а дальше мы планируем и планировалось в свое время эту выставку делать в Париже в культурном центре России. Посольство. Посольство, да. Но здесь пандемия прервалась. Сейчас вы видите события. Ну а вообще-то в ближайшее время значит Церетели, президент Академии художеств дал согласие на выставку в Москве в Российской Академии художеств. А так, в ближайшие месяцы мы после Бутерлиновки планируем эту выставку провести в Россоши. Обратились ко мне в Борисоглебске. У меня как бы желание, чтобы все районные центры наша выставка посетила. Это дорогого будет стоить и большая радость будет для населения этих городов маленьких или больших, кто как считает. Но это моя родина и для меня это даже более важно, чем выставки в Российской Академии художеств или в Государственной Думе. Ну понятное дело, что такие проекты возникают не на пустом месте. И скорее всего они не заканчиваются вот именно каким-то событием, как выставкой. Что-нибудь связанное с Есениным еще планируется в ближайшее время? Сейчас, нам вот Церетели подписал письмо, можно сделать и сейчас выставку. Но они уже планируют сделать ее в год 130-летия. 25-й год. Там есть Причистинка 19. Это галерея Зураба Церетели. Там масштабные, большие залы. Потому что вот такой коллекции, как у Бубнова, по всей России даже рядом нет. Это я совершенно ответственно говорю. И чтобы показать вот в полном формате, а я так понимаю, что будет еще какое-то приобретение к 30-летию. Кто-то пишет, кто-то... Может, что-то новое откроет. Молодые художники. Коллекция всегда обновляется. Она живет вот этой жизнью. И то, что сейчас проходят выставки, это крайне важно. Работы не должны стоять заперти. Мы вот уже говорили давно, вот был бы музей Есенина-галерейный, где можно это показать. Но вот хорошо то, что она вот была уже в двух районах. Дальше там то, что мы говорим, Бобров, возможно, Калач, Борисоглеб, Сокстрогорск. Ее надо возить, ее надо показывать. И власть тут поддерживает все цело. И Александр Викторович, приветствие, вот в каталоге в юбилейном и Зураб Константинович, и наш департамент. Это нужно. Это нужно сегодня, здесь и сейчас. Да и в дальнейшем тоже. Ну, тогда пожелаем, чтобы выставка подольше путешествовала, да и вообще, в принципе, не останавливалась, а все, приобретала в свою коллекцию больше и больше работ и радовала людей. Спасибо большое. И вам спасибо. Это была программа «Вечер вместе». Спасибо и вам, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова